Харизма. Это слово используется все реже, даже становится она хронизмом, но явление никуда не исчезает, оно все равно есть. Что же такое харизма? Харизма – это инструмент, с помощью которого вы можете более эффективно управлять людьми. Это зашито в нашу подкорку. Мы так организованы эволюционно. Если мы не будем подчиняться авторитетам, если мы будем подчиняться старшим, причем быстро, быстро, мы вымрем вообще. Ну, представьте себе, руководитель знает что-то такое, чего не знаем мы. Мы медведи, приближаются голодные медведи на наше племя, и руководитель говорит, так, все бросаем, бежим в горы. Ну, если найдутся люди, которые скажут, так, минуточка, почему, обоснуйте. Вот съели тех, кто требовал обоснований. Кто быстро, беспрекосновно подчинился руководителю, те выжили. Таким образом у нас сформировалась в нашей структуре бессознательного готовность подчиняться воле того человека, я подчеркиваю, не просто воле любого, кто нам прикажет, а воле того человека, которого мы ставим над собой. Все еще часто приходится слышать, ну, харизма либо есть, либо ее нет, с ней надо родиться. В смысле родиться? Вы видели когда-нибудь харизматичного младенца? Вы видели когда-нибудь писающего в штаны харизматика? Вы видели когда-нибудь школьника харизматичного? Как это родиться? Ну, не в смысле родиться, в смысле это проявляет. Когда проявляется? Проявляется, когда начинается процесс социализации, когда ребенок попадает в иерархическое общество. Это обычно класс в школе. Кто-то стоит выше, кто-то ниже, кто-то совсем внизу. Такая простая иерархическая структура. В университете она может не повториться. Те люди, которые в школе пользовались какими-то привилегиями, они в университете могут указаться совсем ни к чему, потому что там другие основания харизмы, другие критерии, по которым она оценивается. И уж вовсе третья история на работе, куда они попадут после обучения. С харизмой они рождаются. Это можно подтвердить хотя бы тем, что харизму можно приобрести. Харизма — это управляемое явление, и большая ее часть находится в области навыков. То есть этому можно обучиться, и это можно использовать для повышения эффективности управления. Чем характеризуется харизма? Ниже критичность к человеку и выше скорость подчинения тому, чего он от вас хочет. Навыки из категории soft skills, надпрофессиональные, к которым относится и система навыков, которые мы называем харизмой, они являются определяющими в наше время. И мне хочется, чтобы все вы использовали эти навыки для повышения своей эффективности сейчас и в будущем. Поэтому я приглашаю вас. Да нет, не приглашаю. Я призываю вас прийти на мой бесплатный онлайн-интенсив, который называется «Пять ключевых навыков будущего». Совершенно понятно, что харизма имеет не только географическую, но и временную привязку. Лидеры 17 века, например, совершенно не способны были бы управлять вами сегодня в 21-м, как и лидеры сегодня, признаваемые вами харизматичными, вряд ли были бы актуальны в 17-м. Согласно исследованиям Стэнфордского университета, современный харизматический лидер должен соответствовать четырем параметрам, и этот эффект назвали харизматической аттрактивностью, привлекательностью. Но привлекательность мы скорее используем, такая симпатичная, привлекательная. Аттрактивность – это слово притягательное, магнетизм. Вот, наиболее подходящее слово магнетизм. Правильно, приятно, выгодно, надежно. Вот четыре вещи, которые должны быть выше среднего для того, чтобы шансы на то, чтобы восприниматься аудитории как харизматичные, у вас были высоки. Что значит правильно? Это значит, в категориях ценностных аудиторий, на которые транслируется ваша харизма, вы должны быть правильным человеком, то есть совершать правильные поступки на основании правильных суждений, правильных посылок. Руководитель уволил беременную сотрудницу, чтобы не платить ей во время декрета три года ничего, ха-ха-ха. При этом подтянул какую-то статью, сделал ей два письменных замечания, и третье было основанием для увольнения. Молодец, из компании ушли половина сотрудников, причем не только женщины, но и мужчины из солидарности, потому что они не хотят работать под началом человека, который совершает поступки, в которых деньги важнее, чем человечность, например. И верно, также обратное. Руководитель, несмотря на то, что по закону не обязан был оплачивать что-то, тем не менее оплатил, потому что молодец. В глазах людей он приобрел большую харизматичность, он совершает правильные поступки. Сейчас особенно важно цели компании, чтобы декларировались, каким образом эти цели достигаются. Людям важно работать с теми, кто совпадает по ценностям с ними. Приятно. Вторая категория. Да, харизматические лидеры прошлого не обязательно должны были быть приятными людьми. Они могли быть грубыми, и их боготворили, несмотря на это, даже могли быть кровожадными. Сегодня времена изменились. Мы не хотим лидеров-людоедов. А что значит приятно? Из чего складывается приятно? Первое – это коммуникативные навыки. Умение разрешать конфликты без оскорбления и унижений. Умение делегировать таким образом, чтобы человек не чувствовал нагрузку, а наоборот, чувствовал себя окрыленным тем, что ему доверяют что-то большое и масштабное. Умение ставить задачи. Умение вести переговоры. Умение выступать публично. Слушайте, любое публичное выступление просто поднимает ваш градус харизматичности на один-два пункта. Когда человек выступает на публике, это сразу его возносит как-то выше и так далее. Осваивайте навык публичной речи, выступайте чаще, используйте этот шанс. Коммуникативные навыки в первую очередь. Второе – эстетика. Это не значит, что нужно одеваться по последней моде и так далее, но одежда должна быть сочетаемая, вид внешний должен быть приятный. Прическа, зубы, глаза, кожа, ногти должно быть на высоком уровне. Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей, как говорил Пушкин. Можно быть дельным человеком. Я понимаю, что харизматичные руководители из заводов советского времени, какие там ногти обкусанные, старый пиджак испачканный, рубашка засаленная, галстук, который надевается через голову, и вот таким образом они повязываются и сойдет, все равно харизматичен. Да, времена меняются. Сегодня в глазах аудитории требования другие. Итак, гигиена, эстетика. Приятен в общении. Это не значит, сыплет комплиментами приятен в общении, вы это понимаете. Дальше. Выгодно. Люди должны понимать, что с вами они пройдут огонь, воду, медные трубы, выйдут к результату. С вами можно заработать больше, чем потерять. Вы знаете, как и так далее. Поэтому ваша успешность – это аргумент в пользу харизматичности. Если вы знаете путь, как прийти к успеху, значит, вы можете и перевести тех людей, которые идут за вами. Ну и, наконец, четвертый пункт – надежность. Надежность – это ощущение невозможно создать словами. Оно создаётся только опытом взаимодействия. Если вы обещали заплатить и не заплатили, заплатить в такое время и заплатили не в такое время, если вы опаздываете на встречи всё время, если вы вообще можете не приехать в какой-то день, а вас ждали, забываете часто, переносите что-то – это разрушает харизматичность. Харизма держится на четвёртом камне – камне надёжности, когда вы исполняете данное слово и когда вы оправдываете возложенные на вас ожидания. Времена идут, эффект харизмы никуда не денется, но будет трансформироваться представление харизматической личности и те компоненты, из которых эта харизма состоит. Надо постоянно обновлять свои представления и обновлять умения, навыки для того, чтобы сохранять актуальность во все времена. Именно поэтому я приглашаю вас на интенсив, онлайн-интенсив, подчёркиваю, который называется «Пять ключевых навыков будущего». Те навыки, которые обеспечат вам конкурентоспособность в перспективе. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое интересное видео. Продолжение следует...